Следующая наша тема – это ипотечные каникулы. В федеральный закон вступили изменения с 1 мая 2019 года. То есть наше государство предоставило заемщикам такой замечательный инструмент, как ипотечные каникулы. Этот инструмент специально был создан для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Потому что по тем или иным причинам может возникнуть у каждого ипотечника ситуация тогда, когда он вдруг больше не имеет возможности вносить ежемесячные платежи. И таким образом инструмент под названием ипотечные каникулы помогает ему выйти из данной ситуации. Каким образом? Режим ипотечных каникул предусматривает собой либо приостановление ежемесячных платежей, либо уменьшение размера этого платежа. Приостановление означает следующее, что возникла ситуация, по которой дальше заемщик не может оплачивать, и он может приостановить платежи на срок до 6 месяцев. Либо вторая опция – уменьшить ежемесячный платеж. То есть, допустим, у него был платеж 50 тысяч рублей, он написал заявление на предоставление ипотечных каникул и попросил, чтобы в течение 6 месяцев он выплачивал не 50 тысяч, а 20 тысяч рублей. Конечно же, есть определенные требования, которые необходимо соблюдать. Такие требования как? Во-первых, нужно доказать то, что ты попал в трудную жизненную ситуацию. Есть определенные критерии, под которые нужно подпадать. То есть, это либо если заемщик стал инвалидом первой-второй группы, либо утрата нетрудоспособности более чем на 2 месяца, либо он остался без работы и зарегистрирован в качестве безработного. Также снижение его среднемесячного дохода более чем на 30% от предыдущего ежемесячного дохода. Есть довольно-таки исчерпывающий перечень, он указан в самом документе. Я остановилась на нескольких. Право, опять же, на предоставление ипотечных каникул предоставляется заемщику только один раз. То есть, нельзя пользоваться ипотечными каникулами до бесконечности и пользоваться этим инструментом несколько лет или спустя какие-то периоды. То есть, только один раз. Важное условие – это то, что жилье, которое взято было в ипотеку, оно должно являться единственным жилым помещением, единственным жильем у заемщика. Также следующее условие – это сам размер займа. Сам размер займа не должен превышать максимум, установленный правительством Российской Федерации. Данный максимум на сегодняшний день составляет 15 миллионов рублей. Для того, чтобы получить данное право на ипотечные каникулы, заемщику необходимо обратиться в банк, написать заявление и, соответственно, приложить к нему документы, подтверждающие вышеперечисленные требования. По истечении данного периода, как я уже говорила, максимальный период – это 6 месяцев, дальше заемщик уже продолжает платить и выплачивать ежемесячные платежи, которые были изначально предусмотрены договором. И, например, те платежи, на которые ему предоставлялись ипотечные каникулы, и он их не вносил, данные платежи он уже вносит после выплаты всех ипотечных платежей. Он как раз уплачивает свои платежи за 6 месяцев, которые ему предоставлялись на время каникул. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!